Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем очередное заседание диссертационного совета. На сегодняшний день у нас из 13 постоянных членов диссертационного совета отсутствует профессор Шаймарданова Галяма Сугутна по причине болезни. Код Принякович Ушапаев подключен онлайн, так как не смог выехать и присутствовать непосредственно. И для проведения разовой защиты были включены следующие члены в состав диссертационного совета. Позвольте представить. Это Алтенбеков Сагат Аблокавирович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии, Национального медицинского университета имени Асвендиарова, города Алматы, Курман Галиева Мадина Маратовна, доктор медицинских наук, главный врач, офтальмолог больницы медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, город Астана, Кумаканова Курлай-Пакашевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии. Пациент кафедры психиатрии и наркологии, пациент одного общества медицинского университета, город Астана Курик Константин Александрович, кандидат медицинских наук, заместитель директора клиники микрохирургии глаза Оптима, город Астана. Таким образом, у нас присутствует 15 членов диссертационного совета, куру есть, поэтому разрешите заседание диссертационного совета 6-100 медицина при Карагандинском государственном медицинском университете по защите диссертации Ахмадьярова-Батагос-Аргазины на тему взаимосвязи психоэмоционального стресса с развитием передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, представленной на соискании степени доктора философии и считать открытым. Диссертационная работа была выполнена в Карагандинском государственном медицинском университете. Научный руководитель Шустеров Юрий Аркадьевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии и оториноларингологии Карагандинского государственного медицинского университета, научный консультант Любченко Марина Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент, исполняющий обязанности профессора кафедра неврологии, психиатрии и реабилитологии Карагандинского государственного медицинского университета, зарубежные консультанты Бржески Владимир Всеволодович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Министерство здравоохранения России, город Санкт-Петербург, и Роман Любов, доктор ПИИ, научный сотрудник офтальмологического исследовательского центра университета Мельбурна, город Мельбурн, Австралия. Официальные рецензенты Джаматаева Заврия Асулхановна, доктор медицинских наук, заведующий отделом офтальмодиагностики Акционерного общества Казахский ордена, знак почета научно-исследовательский институт глазной болезни, город Алматы, Казахстан, и Распопова Наталья Ивановна, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии, Казахский медицинский университет непрерывного образования, город Алматы. Для оглашения документов личного отдела соискателя с него предоставляется ученому-секретарю нашего совета, кандидату медицинских наук, Маркова Лорану Каденовичу. Доброе утро. Вы уважаемые председатели, уважаемые члены медицинского совета, в личном деле в странах Мадярова, в этой выставке газины имеются все документы по перечне с требуемым комитетом по контролю сфере образования и науки МОНРК. Все документы были сданы в положенном сроке, разрешите относить характеристику. Ахмадяра Бутагу Сергеевна в 2017 году закончила лечебный факультет в Коорганизме государственного медицинского университета в подпестальности лечебного отдела в квалификации врач. В 2017 году окончила целевую интернатуру при КГМУ в подпестальности в автомобиле с квалификацией врач-офтальмолог. Ахмадяра Бутагу Сергеевна начала вести ножный сервис в образе офтальмологии 2010 года. Правда, учебно-исследовательская работа на кафе офтальмологии, кодериноларинологии и реаниматологии. В 2015 году окладя работой Сергеевна кончил магистратуру при КГМУ по специальности 6D110100 медицина. Магистрская институционная работа была посвящена сравнительному анализу применения гиперматической оксигенации в лечении УВИТа. В 2012 году по 2014 годы работал ассистент по кафе анатомии КГМУ. В 2015 году поступила в докторатуру при КГМУ по специальности 6D110100 медицина. За год обучения в докторатуре написала институционную работу на тему взаимосвязи психоэмоционального стресса с развитием передней шимической оптической нейропатии и волосной макулярной дегенерации, представленной на заискании степени доктора ПИЧТИ. Тема институционной работы научного руководителя и тюрбина на заседание ученого совета КГМУ, протокол номер 3, от 2 октября 2015 года. Время прохождения докторатуры имеют по теме институционной один из научных работ. Из них три работы в научных заданиях рекомендованы Комитетом по контролю в селе образовании и науке МОНРК. Одну публикацию в международных научных заданиях, входящих в конкуренционный пратус-копус. Одно свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. В личном деле в докторат имеют отзывы отечественного обежения научного консультата, положительное заключение межскоферального заседания Арганинское Докторатное центро университет выписка из протокола связания Комитетов и научно-экспертной комиссии протокол номер 1 от 29 мая 2018 года подписан председателем совещания доктором и наук профессором Шакеевым Каратом Танабачи в котором диссертация рекомендована в публичной защите. В национальном центре научно-технической информации был проведен сравнительно сопоставительный анализ диссертации доктората. В результате анализа совпадения в центре научно-технической информации. Таким образом документы в деле соискателя соответствуют установленным требованиям Комитета по контролю стереобразования и науки МОНРК. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Есть ли вопросы об Владимир Владимирович? Если нет, тогда позвольте предоставить слово соискателю Ахмадьярову Патагуру Сергея Земля для изложения основных положений диссертационной работы. Вам не более 20 минут. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, разрешите представить вашему вниманию диссертационную работу на всем взаимодействии психоанстрального стресса с развитием тренинг-шнической оптической нейроматии и возрастной мокулярной дегенерации. Как известно, сейчас, в настоящее время идет рост заболеваний сосудистой патологии глазного дна. На ней были отобраны данные нозологии в связи с увеличением частоты излучаемости. Так, по данной литературы в Соединенных Штатах заболеваемость в возрастной дегенерации составляет более 15 человек на тысячу населения. По данным СНГ, распространенность передней шимической нейропатии составляет 31,6% до 39%. В структуре первичной болидности по передней шимической нейропатии более наинфероскопсорном возрасте составляет 15%, а по ВМД 21%. В настоящем исследовании мы опирались на известные постулаты о воздействии психоэмоционального стресса как стимул от триггера для развития психосоматической патологии. Таким образом доказаны литературными источниками нозологии это ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, инфаркт, миокарди, язвенная болезнь двеносперстной кишки и желудка, гастрит, также сахарный диабет первого и второго типа. В офтальмологии в ассоциации с психоэмоциональным стрессом изучены заболевания такие как первичная предоугольная глоукома, астерический для фороспазма, амоброст, трансфорезная ретинопатия. В последние годы наблюдается учение случаям госпитализации пациентов с бередно-шемической нейропатии и возрастной макулярной дегенерацией, которая отмечает стрессовую ситуацию в анамнезе на перед ухудшением зрительных функций, то есть на момент потери зрения. Целью нашей дегенерации задача разрешить не зачитывать они представлены в анамнезе. В соответствии с целью и задачами исследования было проведено открытое экрессивционное исследование выборочным методом на базе кафедры архитмологии и отделения микросхиллогии и глаза в основном медицинского центра. Так, средний возраст пациентов составил 67,2 лет и на данное исследование получено разрешение этического комитета по биоэтике Комитетно-сважно-медицинского университета. По дизайну исследования нами было проведено астромологическое обследование 245 пациентов, после которого в контрольную группу вошли 20 человек, то есть группа не имеющая астромологические патологии. Также 189 пациентов имели диагноз передней шимической нейропатии и 136 ВМВ. После чего все пациенты прошли анкетирование на определение уровня психоэмоционального стресса по шкале PCN-25. После результатов анкетирования мы разделили пациентов в каждой группе еще на подгруппы. То есть это первая, вторая, третья подгруппы в соответствии с результатами из плитоно-психоэмоционального стресса. Это физиологически легкий стресс вошел в первую группу, во вторую группу это умеренный стресс и в третьей группе были пациенты с высоким уровнем стресса. После чего было проведено определение факторов для разработки прогностической шкалы и нами были ранжированы еще раз пациенты на следующие подгруппы. Это первая клиническая группа и вторая клиническая группа. Первая клиническая группа соответствовала исходу и вторая группа то есть исхода не наблюдалась. Ну и контроль мы брали для контролирования показателей оксида азота и уровня психоэмоционального стресса. По критериям включения явились наличие у пациента диагноза передней шеймической оптикой нейропатии в возрастной макулярной дегенерации, наличие перенесенной стрессовой ситуации накануне госпитализации, также согласие на участие в соответствии с международными требований ВОЗ. Критериями исключения явились наличие блоковной оптикой нейропатии либо другой патологии глаза, влияющей на функцию и структуру зрительного нерва и несогласенном участии. Нами были использованы следующие методы. Из автоматических методов мы проводили визометрию с коррекцией, офтальмоскопию, фондускопию, периметрию, оптическую когерентную томографию, электрофизиологическое исследование фотостресс-тест. Также в лабораторные методы был избран спектр фотометрии по методике Голикова для определения уровня оксида азота, также анкетирование по шкале PCM25 и статистическая работа когда она была выполнена. Здесь представлена анкета, то есть внешний вид анкеты PCM25 это апробированная международная шкала, которая применяется во многих странах, переведена на многие языки и русская версия создана в Адапьяновой, которая также валидирована и апробирована. Бывая использована ранее в странах СНГ, но в Казахстане мы ее используем впервые. Позвольте представить результаты исследований. Здесь у нас представлена таблица по распределению пациентов в группе с передней шагической нейропатии. Наибольшее количество пациентов имело стресс в умеренной степени, которые набрали от 100 до 120 баллов по шкале это 69 пациентов. По мужчинам и женщинам распределение было равномерно. По характеру сопутствующей патологии недостоверные отличия имели пациенты только с сахарным диабетом и нарушением обмена веществ и ожирения второй и третьей степени. В дальнейшем эти факторы были отобраны для разработки пагностической шкалы. По сопутствующей артемиологической патологии наибольшее количество пациентов имело изменение сетчатки вследствие артериальной гипертензии и катаракту. Показатели стреты зрения пациентов с пион ранжировались в следующем образом и достоверно отличались только между второй и третьей группой по показателям светоощущения также в пределах от 0,6 до 0,6 то есть здесь отмечены где аналии были обнаружены именно достоверные различия. В остальных группах достоверных различий не было. Эта диаграмма предоставляет средние значения стреты зрения в трех группах и, как мы видим, наименьшее стреты зрения отмечалось от пациентов с высоким уровнем стресса то есть на целом одна десятая. Мы провели корреляционный анализ зависимости набранных баллов по скале стреты зрения здесь получена положительная корреляционная связь во всех трех группах и связь наибольшей силы была отмечена в третьей группе с высоким уровнем стресса. Здесь представлены примеры фотографии глазного дна пациента с передней шимической оптикой неропатии отмечается выраженный отек стушеванность границ зрительного нерва расширения сжатки. Здесь представлены примеры оптических когерентных томограмм пациентов с передней шимической нейропатии и также мы отмечаем наличие отечно-геморрагических проявлений в зоне дисков длинного нерва слои утолщены и приподняты пример результатов периметрии здесь мы видим скотомы различной формы различной локализации то есть эффекты поля зрения у пациентов с передней шимической нейропатии результаты компьютерной периметрии у пациентов пион показали достоверные отличия опять же во второй и третьей группе по показателям суммарной светочутительности центрального периферического поля зрения и суммарной светочутительности периферического поля зрения по различным дециделам достоверные отличия были получены в третьей группе динамика показателя электричества чувствительности лобильности зрительного анализатора у пациентов с пион достоверно различалась только в третьей группе данные показатели были отобраны как критерии улучшения течения основного заболевания. Показатели фотостресс-теста достоверно отличались во второй и третьей группе и втрое превосходили результаты контроля у пациентов с высоким уровнем стресса. Данная диаграмма отражает показатели оксида азота в представленных трех группах у пациентов с передней шимической нейропатией и контрольной группы. Также во всех трех группах оксид азота был существенно превышен. Мы провели корреляционный анализ показателей оксида азота в соответствии с баллами набранными по шкале. Получена слабая корреляционная связь. Связь наибольшей силы была отмечена в третьей и первой группе. И провели корреляционный анализ оксида азота и остроты зрения у пациентов с пион. Здесь наибольшая сила связи отмечена в третьей группе. Дальше проводили определение возможных факторов с углубления течения пион помимо наших офтальмологических. Для этого мы разделили 29 пациентов со средним и высоким уровнем стресса на две подгруппы. В первую вошли 72 пациента, у которых имелось наличие ухудшения течения, то есть зрительные функции страдали. Кристериями были отобраны снижение остроты зрения, снижение мистерчатой чувствительности улабительности зрительного анализатора, снижение функции реадаптации сетчатки. 57 человек из этих двух подгрупп не имели какой-то из представленных критериев усугубления течения. То есть вставили группу исхода нет и исход. По результатам данной статистической обработки нами были отобраны следующие возможные факторы усугубления течения период ишемической оптики нейропатии и взаимосвязанных психоанациональным стрессом. Того же старше 60 лет гипертоническая болезнь, курение, тип реакции, избегание, неволонтерический темперамент и неблагоприятный социально-психологический фактор. И достоверное отличие получено по всем критериям за исключением типо-темперамента. Здесь представлены таблицы распределения пациентов с возрастной макулярной дегенерацией в зависимости от уровня испытываемого стресса. То есть также наибольшее количество пациентов составили вторую группу, то есть с умеренным стрессом, и 40 пациентов составили третью группу, с которыми в дальнейшем работали. Характер сопутствующей патологии достоверно отличался также по сахарному диабету и по нарушению обмена веществ. То есть результаты были такие же, как у пациентов с перенешемической нейропатии. По сопутствующей атомологической патологии здесь на первом месте преобразовали пациенты с катарактой, то есть 90% имели катарактой. Среднее значение остроты зрения. Также наблюдаем, что наименьшее претодрение отмечено в пациентах с высоким уровнем стресса в третьей группе. Получены также слабо положительные коэффициенты корреляции во всех трех группах, но наибольшая сила отмечена в третьей подгруппе пациентов. Здесь представлены примеры фотографий глазного дна пациента с ужасной макулярной дегенерацией, на которых демонстрируются друзы различной формы, локализации, также типа мягкие и твердые друзы, и сливающиеся друзы. Здесь представлены примеры оптической эпигиренной томографии сетчатки пациентов с ЛМВ, первая и вторая группы, то есть с легким и умеренным стрессом. Мы видим здесь пигментные эпители в виде неравномерной металлинии, истончения пигментной эпители наблюдаем и друзы размером до 63 мм. Данные о сети представлены пациентам, имеющих высокий уровень стресса, пациентам с ужасной макулярной дегенерацией, и мы замечаем наличие свободной жидкости в слоях сетчатки, то есть начинающийся отек. Показатели электрической чувствительности и лоббирности дрифм-анализатора у пациентов с ЛМВ достоверно отличались во второй и третьей подгруппе, то есть превышали данные контроли. По результатам фотостресс-текста также втрое было увеличено, результаты стресса превосходили втрое от контрольной группы в пациентах с высоким уровнем стресса. Уровень оксидоазота был превышен в сравнении с контрольной группой, наибольшая отметка была показана в третьей группе, то есть у пациентов опять же с высоким уровнем стресса. Также мы провели корреляционный анализ пациентов оксида азота, показатель с баллами в соответствии набранной по шкале и с остротой зрения. Получена положительная корреляционная связь во всех исследуемых группах. Наибольшая сила связи отмеченного пациента с высоким уровнем стресса. Далее пациенты с ВМД были разбиты еще на две подгруппы в соответствии с наличием усугубления течения основного заболевания либо отмечением какого-то из критериев, показывающих снижение зрительных функций. Это 56 человек и 40 человек были разбиты по подгруппам для определения возможных факторов усугубления течения. Также были отобраны факторы для пациентов с возрастной макулярной дегенерацией. Данные факторы представлены на таблице достоверных различий не обнаруженного у пациентов злоупотребляющих алкоголь. Далее были ранжированы пациенты по двум клиническим подгруппам, наличие исхода и отсутствие исхода. И каждый фактор мы просчитывали в соответствии с критерием хит-квадрата в Пирсену и для каждого фактора было определено показатель информативности относительного риска и был проведен расчет шансов. На основании данного фактического анализа была разработана шкала прогноза усугубления патологии глазного дна при воздействии стресса. Шкалу стремились создать единую, инфицированную для патологии, всей патологии глазного дна, чтобы она могла универсально применяться у наших пациентов в практике. Выводы разрешите не зачитывать, они представлены на таблице. Благодарю за внимание. Пожалуйста, уважаемые члены, все наши вопросы, диссертанты. Уважаемый патолог Сербизина, будьте добры, у вас в аннотации не представлена научная новизна. Хотелось бы получить ответ по поводу научной новизны. Были ли подобные работы вообще в вашем направлении? Понятно, удачно выбран маркер оксид, азота. Были ли подобные работы? Спасибо. Благодарю за вопрос, Нина Террина. Наша научная новизна является в том, что мы в офтальмологии являлись первыми исследователями, кто вообще заговорил о взаимосвязи наличия психо-национального стресса именно с турельно-шемической нейропатией. Мы рассмотрели ее в ключе как теологического фактора, что именно стресс является пусковым механизмом для потери длительных функций, а не наоборот, как это было длительное время предложено, рассмотрено у пациентов с ужасной окулярной дегенерацией. В этом, конечно, мы и первопропорции. Также нами впервые был определен уровень оксида азота у пациентов с передней ишемической нейропатией, то есть именно взаимосвязанной с психо-национальным стрессом. Ранее таких работ не было проведено. Я думаю, где работы были с оксид азотом, связаны, вернее, изучение их именно в слезе. Были и что мы характеризовали? Будьте добрыми. Да, конечно. Оксид азот изучался у пациентов с ужасной окулярной дегенерацией и рассматривался как пусковой механизм развития именно влажной формы окулярной дегенерации. И изучали, сопоставляли эндотелиальный оксид азот с артериальной крови и в следе. Данные у них напрямую коррелировали. То есть там изучался патогенетический аспект развития окулярной дегенерации и не вбрался во внимание воздействия каких-либо иных внешних факторов. Рассматривался сам основной патогенетический организм развития отелков именно окулярного. А все-таки, что заставило вас думать, что это первичное? Почему вы решили, что нужно именно в этом ключе? Спасибо большое, Наркопедовна, за вопрос. Последние 5, может быть, около 10 лет мы наблюдаем учащение случаев госпитализации пациентов, которые резко теряют зрение, либо резко уходят поля зрения, резко снижается острота зрения, и при этом они на моменте сбора анамнеза и приема покоя говорят, что да, у меня была конфликтная ситуация, личностный конфликт был, какое-то внешнее стрессовое воздействие имело место. И таких пациентов было все больше и больше, и в Казаровске наблюдался на конвертности. Поэтому родилась идея исследовать именно стресс как причинный фактор ухудшения зрения. Пожалуйста, Олес. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Ведь не для того, который умеет украдить, а может он будет применяться не только для вашей патологии, но и для другого состояния. Мы хотели бы просто поставить плазму для сырных и крови в слезе. Так что, в принципе, как раз таки там, где отражаясь изменения, которые могут быть при продолжительном процессе, то есть почему бы отказались от идеи исправнить уровень гиплома в слезе, слезные листья и полей? Интересно, пожалуйста. Здравствуйте. Данная идея у нас... Хотелось бы продолжить эту работу в будущем, и, конечно, мы хотим сопоставить данные показатели, но невозможность исследования была связана с тяжестью забора материала и наличием необходимых реактивов для проведения аспекта фотометрии. Поэтому мы решили, что в будущем, конечно, мы продолжим работу. Патогенетические механизмы, которые влияют, и почему именно этот оксидозод был выбран, и какова его взаимосвязь в этой сферидне-шимической птической нейропатии. Понятно, оксидозод, а те биохимические процессы, происходящие в организме, они в целом, они в общем проходят. Любое патологическое состояние, оно может быть им сопровождаться. А в чем изюминка вот вашей работы? Это первый вопрос. Следующий вопрос. Вот у вас выводы, четвертый вывод, разработана оригинальная шкала прогноза. В чем заключается эта оригинальность вашей шкалы? Ваше выступление поняла, что эта шкала была разработана еще до вас. Вы ее просто внедрили в Казахстане. Вы изучили какие-то критерии, факторы, которые в целом очень известны, что да, там, реальная гипертезия, сахарный диабет, конечно, они будут влиять на эти патологические процессы в обеизучении. А в чем заключается вот эта оригинальность вашей шкалы? Спасибо. Спасибо на вопросы. Вот готовили схему. Здесь представлена гипотеза общепатогенеза развития макулярного отека и связи непосредственных. Конечно, первая часть, вот эта часть, она литературно написана и доказана, то есть как воздействует стресс, вызывает вазоспазм, сокращение сосудов и так далее. Конечно, любой вазоспазм идет к развитию ишемии сетчатки и зрительного нерва. В ответ на ишемию известно, что вырабатывается, повышается продукция наполеина-1 и вследствие чего вырабатывается окситозлота. Окситозлота является пусковым дригерным механизмом, который контролирует механизмы вазодеристации и изменения проницаемости сосудистой стенки сосудов макул. И повышенная проницаемость сосудистой стенки макулы ведет к развитию отека сетчатки. Отек сетчатки зрительного нерва непосредственной причиной нарушения зрительных функций наших пациентов. Мы хотели рассмотреть именно прямую связь эмоционального стресса с отеком сетчатки. И действительно мы установили, что психоэмоциональный стресс способен являться пусковым механизмом, то есть триггером перехода у пациентов с воздушным окулярной дегенерацией с сухой формы во влажную. То есть он запускает развитие отека. У пациентов с пионом является непосредственной причиной, хотя пусковой механизмом развития отека. Вот это есть такую схему. По второму вопросу, в чем оригинальность шкалы. Шкала была разработана впервые. То есть такой шкалы именно для пациентов с патологией глазного дна ранее не было, и она не применялась. И также мы в эту шкалу внесли основной наш изучаемый процесс – это психоэмоциональный стресс. Он набирает, он оказывает наибольшее влияние в этом оригинальной шкале применения именно у офтальмологических пациентов, именно у пациентов с патологией, сосудистой патологией глазного дна. Использовались ли она ранее, были ли сообщения или какие-то статьи, публикации, что это кто-то изобрел раньше до нас. По результатам литературного обзора мы не нашли ни одной шкалы, ни патента, ни изобретения, что такая шкала была применена у пациентов именно с офтальмологической патологией глазного дна. Еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Солько вопросов вы не записываете, потому что технологическая работа, поэтому вопросы работают сильно интересные на стыке, поэтому возникли ряд вопросов, начиная с обзора. У меня вопрос возник такой, почему практически в обзоре не представлены отечественные источники по данной проблеме, особенно это касается возрастной маклодистропии. Это очень известно на зоологии, я долгое время работала в отделе, где и ваш оппонент, Зоурия Саханова, который занимается сосудистой патологией, военные в частности, практически в обзоре не представлены эти работы. Это один вопрос, да? Потому что хорошо, это жена, в рубежной литературе, российская, что у нас обычно отмечается в наших работах. Второй вопрос. Все-таки, вот если посмотреть аннотацию, то пишется просто возрастная маклодистрофия, да, на обзоре группа пациентов, не указывается, это пациенты с сухой формой. Вот четко это даже в аннотации не написано, потому что мы знаем, что возрастная маклодистрофия – это сухая и влажная форма. Это совершенно как будто два разных заболевания. Они просекают по-разному, соответственно, разные… Ну, теология, конечно, общая, но патогенез совершенно различен. Вы коснулись интересного момента, когда действительно сухая форма может перейти во влажную. В работе это не очень четко продовольное. Поэтому у меня вопрос. Были ли это пациенты действительно только сухой формой? В каком проценте они перешли во влажную? Я не видела, что это четко было влияние стресса. Если оно есть, то можно ли это цифрами проигрусировать, да? Если в работу я читала внимательно, там все-таки написано, что в основном это были пациенты с сухой формой. Если это были пациенты с сухой формой, то почему там идет такая вот фраза, что отличались незначительные отечно-геморрагические проявления? Это именно не приедение ишеническое, а упоминается ВНД. Что за незначительные отечно-геморрагические проявления при сухой форме? Там только трозы могут быть. Вопрос по материалам и методам исследования. На самом деле современные методы исследования были применены, но почему? Вы упоминаете, сколько герентную томографию, снимки приведены в работе иллюстративные. Но если мы сейчас говорим об анализе данных этого метода исследования, обычно применяются средние величины центральной толщины сетчатки в зоне фовия. Это четко показывает, что это сухая форма или это влажная. Эти данных я не видела в работе по средним величинам толщины сетчатки. Это раз. Во-вторых, по физиологическим исследованиям. Там тоже есть хорошие показатели, но есть более локальные показатели, отражающие клинику заболевания в макуле. Макулярная, возможно, в вашем арсенале нет такого метода, но, честно, получен этот ответ, но это более современный, эффективный, локальный способ оценки изменений функциональной в макуле. Его в работе я не вижу. По поводу, на самом деле, посудительная патология, она, как правило, реализуется на фоне диабета, сахарного диабета, гипертонии. Тем интереснее было бы в работе увидеть какие-то конкретные, не просто упоминания, что у такого-то процента был диабет и гипертонии, какие клинические формы, какая степень этих заболеваний присутствуют. Потому что это тоже важно. Если это факт, то есть, чтобы мы знали, какая гипертония приведет к этим заболеваниям, а какая не приведет. Сейчас у всех, даже сидящих далее, у многих есть гипертония. То есть из старшего отрасли ей подвержены. Поэтому хотелось бы какие-то более конкретные маркеры в этом плане. Вопрос еще по поводу... Ну, вопросов много. Я думаю, что я получила некоторый ответ уже. По поводу ваших рекомендаций. Вы пишете, что, наверное, нужно начинать при выявлении факторов риска раннее начало противоотечной терапии. Это очень странный тезис. Раннее начало противоотечной терапии. Если мы говорим о влажной форме, мы говорим о доказательной медицине, то в настоящее время фактически единственным препаратом, зарегистрированным с целью репетацией макурального отчета, являются ингибиторы ангиогенеза. Раннее начало этих ингибиторов быть не может априори. Есть четкие критерии, когда эти препараты вводятся. Это на уровне манипуляции операционной. Это не просто ингибиторы, это ингибиторы в условиях операционной. Она относится к ингибиторам высокого риска, поэтому она не может проводиться просто как профилактическая мера. Показаний не будет, да? То есть что вы подразумевали под этой фразой? Ну, вот, основа такие вопросы. Давайте, конечно. Что вы уже перезаписали, да? По содержанию оксида азота в результатах у нас обнаружено крайне мало статей, именно отражающих взаимосвязь, чехом основе. Слушайте, про все азоты я вообще ни слова не сказала. Вопроса не было. Я вообще спросила про ВМД. Вообще про ВМД отечественных источников практически нет. Как будто эта проблема в Казахстане не изучалась. До вас. Это же не так? В Казахстане, мы начинаем, когда генерация действительно изучена, но у нас на данный момент нет достоверных данных статистики, частоты встречаемости по Казахстане и, к сожалению, не обнаружили современных данных на сегодняшний день. У нас есть статистика именно по нашим стационарам в Казахстанской области. Мы не включали, мы не нашли статей, изучающих именно воздействие психоэмоционального стресса, либо последствия наличия психоэмоционального стресса у пациентов с ВМД. Таких статей у нас нет. У нас есть работы просто по изучению патогенеза, по раздаче характеристики пациентов, по формам, по областям. Вот такие данные у нас имеются. По второму вопросу, какие пациенты у нас были. 90% у нас было пациентов с сухой формой и представлялось интересным тот факт, что мы именно ловили ту стадию перехода, когда именно начальное, самое начало появления свободной жидкости. То есть мы видели, как пациенты переходят из сухой формы и начинается развитие макулярного отека. И в соответствии с этим родилась идея, может быть, начало применения астероидных препаратов для предотвращения дальнейшего увеличения дезакистованной полости по данному сети. По локальному методу исследования макулы, конечно, мы ограничены возможностью нашего аппарата. У нас такого методики нет в стационаре. По поводу изучаемых нами факторов, сахарный диабет преобладал у пациентов первого типа, то есть он сувенинозависимый, и артериальная гипертензия в 90% случаев была второй и третьей степени, в 95% случаев. Пациенты были все достаточно возрастные. По применению критерия ингибитора панклиогенеза, конечно, в следующем мы хотим продолжить эту работу и попробовать все-таки отобрать пациентов с высоким уровнем стресса и начать ранее применение стероидов, введение инъекционной и применение ингибитора панклиогенеза для предотвращения и обеспечения ингибитора панклиогенеза для предотвращения. Спасибо. Уважаемая Бутылка Сергеевна, будьте любезны слайд по дизайну стен. Ну ладно, тогда я вопрос буду задавать. У вас в контрольной группе всего 20 человек. Тогда как в опытных группах у вас там 180, по-моему, 136. Нет, следующий. Вот, в контрольной группе у вас всего 20 человек. Когда вы сравнили со 189 и со 136 больными, вы считаете это, ну, сравнение корректным? Первый вопрос. И второй вопрос. У вас вот вы писали, что в выводах получена корреляционная зависимость показателя оксида азота и уровня психоэмоционального стресса. Но эндогенный оксид азота, он вообще-то один из маркеров воспаления. В группе исключений у вас не было людей, у которых есть воспалительные процессы. Может быть, вдруг среди них именно были те, которые болеют, там, бронхиальной астмой, к примеру, да? И которые, может быть, как бы испортили вам картину. Благодарю за вопрос. По поводу контроля группы. Здесь мы руководствовались тем, что хотели набрать как можно больше пациентов, но нам требовались пациенты, не имеющие афтермологической патологии, и готовые, согласные на лабораторную исследование, то есть на забор крови. В этом отношении, конечно, у нас были определенные трудности. Остановились на цифре 20, потому что пора считали по канонам статистической обработки, нам сказали, что 20 человек будет хватить для проведения статистической обработки, для расчета выборки пациентов. Ну и трудности были именно с согласием на участие, то есть многие пациенты просто отказывались входить в контрольную группу и дать кровь для забора, для работы с материалом. По второму выводу, по поводу эндогенных маркеров и наличия хронических воспалений, все наши пациенты были консультированы терапевтом, то есть у нас не было пациентов, имевших какой-то хронический очаг воспаления либо там болезнь почек, либо ваш пример, бронхиальная астма. Такие пациенты не было специально. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемый Патрульский Аркадий, два вопроса. Какие рекомендации разговора там были вам при выявлении всех эмоциональных средств у пациентов с вашей патологией афтономологической? И второй вопрос. Есть ли результат внедрения вашей диагностической шкалы в клиническую практику? Никакие они. Благодарю за вопрос. По практическим рекомендациям мы применяем уже... Данная шкала внедрена в нашем сценарии в отделении микрохирургии глаза. Используется на начальном этапе, когда поступает пациент именно в сосудистой патологии глазного дна, и мы проводим ему анкетирование по шкале PCM25, это на неразработанной шкале. Если это пациент набирает большие высокие баллы, мы, конечно, проводим... Стараемся провести, как можно раньше, у осети и рассмотреть картину глазного дна, есть ли у него именно эта стадия перехода из сухой формы влажную, либо стадия развития самого отека, чтобы мы начали раннюю терапию, и в дальнейшем, конечно, в будущем мы работу хотим продолжить, набрать группу сравнений от пациентов, с которыми будет работать психотерапевт, который получит гарантирующую терапию, и сравнить показатели из длительных функций. Пока наша работа на стадии выискивания причинно-следственной связи, мы не можем утверждать 100%, что именно стресс является абсолютной причиной. То есть работа требует дальнейших исследований. В этой области. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, Константин Александрович. Уже моим, вот и вот Сангазина. У меня чисто практически ряд вопросов. Шкала PSM. Зарегистрирована ли она в Казахстане, если это требуется для регистрации данной шкалы, и разрешена ли она к применению в Казахстане? То есть русифицированная та версия, о которой вы говорили. И ваша шкала, которую вы создали, да, утверждена, запатентована, имеет ли разрешение к применению, либо она локально применяется у вас в клинике. Следующий вопрос. Проводились ли доплерографические исследования сосудов глаз, шеи, головы, и какая-либо взаимосвязь с толерантностью сосудистой стенки, поскольку мы знаем, что любая у вас конституция, она будет, степень развития у вас конституции зависит от толерантности. Следующий вопрос, это методика определения оксида азота, проводилась ли она вами, либо совместно с какой-либо лабораторией, то есть ваше личное участие в постановке данной методики. Спасибо. Благодарю за вопрос, Максим Александрович. Данная шкала PCN25, она зарегистрирована, апробирована в мире, является англоязычной версией, то есть первично создана на английском языке, переведена на большое количество языков, в мире широко используется. В Казахстане тоже разрешена к применению, русская версия адаптирована в Адапьяновой, в 2010 году переведена на русский язык, валидирована и применяется в странах СМГ. По поводу нашей разработанной нами шкалы, она применяется в нашем стационаре, мы имеем свидетельство на регистрацию прав консультальной собственности, то есть шкала оформлена. По поводу проведения топорографических исследований в данной работе мы не проводили, к сожалению, в ЗДГ головы и шеи, это перспективное направление для продолжения данной работы. По лабораторным измерениям, определение оксида азота выполняла я на базе лаборатории кафедры биологии КГМУ по установленной методике Голикова. Стоит профотометрический медленный. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста, Паня Крайова-Кашина. Паня Крайова-Кашина. Спасибо. 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 Паня Крайова-Кашина. По поводу выбора данных именно на залоге. На стадии планирования дистрибационной работы нами было проведено пилотное исследование, когда мы брали большую группу нозологии глазного дна и в соответствии с данными литературных источников мы предполагали, что именно диабетическая нейропатия будет реагировать сильнее на стресс, так как уже имеется фон. Но по данным пилотного исследования, именно передняя ишемическая нейропатия показала наибольшие результаты наличия именно стресса в соответствии с проведенным анкетированием и возрастная макулярная дегенерация. Поэтому были выбраны именно эти пациенты. Ну и от себя могу выдавить, что работая с астонарием, я тоже вижу увеличение именно обращений, госпитализации таких пациентов, которые отмечают стрессовую ситуацию накануне потери зрения, накануне снижения функций. Поэтому были выбраны именно дети для наоборот. По второму вопросу мы старались максимально сблизить патогенез, что и в анкетировании именно с нейропатией ключевой механизм это отек, причина снижения зрительной функции отек, и в макулярной дегенерации причина резкого потери зрения это отек. И хотели разработать унифицированную, универсальную шкалу, чтобы она могла быть применима для всей патологии голодного дна. Поэтому мы не рассматривали критических отличий между заболеваниями. Доброе. Спасибо. Доброе. 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 Мы рассматривали больше именно позиции афтермолога. Страдает ли зрительная функция, либо нет? Нет, ну с позицией, по-моему, неврологии не так. Видите, я не могу утверждать, не могу согласиться, не могу не согласиться, потому что у нас нет таких исследований. Я не могу сказать, что да, курение 100% уменьшает, трассе бы увеличится. По возрастам, а после фистики, наверное, есть? Такие исследования в МД есть. Провоцируют развитие. Уважаемые коллеги, давайте мы это все перенесем в обсуждение, когда будем обсуждать проблемы, работу в том числе. Лариса Евгеньевна. Можно, пожалуйста, визит, но нет, чтобы у нас больше вопросов. Вот в последнее время, в последнее время, у нас вообще вопрос о тревожности у всех, да? Это связано с эмоциональной нагрузкой, с потоками, с эмоциональными, со сплошными негативными новостями. Вот этот фонд, именно повышенная тревожность. У нас есть свой определенный вклад именно на ту проблему, о которой вы говорили. Потому что, скажем, лет 10-15 назад, такого уровня тревожности у нас вообще не было высокого. Вот, Зарезал, просто ли сведения? Да, действительно, в последние 10 лет все больше появляются источники, предмечающие именно уровень тревожности, сопутствующие наши повседневные жизни. Здесь существует понятие эустресс и дистресс. То есть эустресс – это физиологический стресс, тот, с которым организм может справиться самостоятельно и не иметь каких-то повреждающих действий. То есть клетка сохраняет свое здоровое состояние, справляется самостоятельно. Есть состояние дистресса, которое при тревожном таком состоянии появляются именно органические изменения, запускаются механизмы психосоматики именно, развития какого-то болезни. И вот два этих состояния зависят напрямую от индивидуальных особенностей каждого из нас, то есть индивидуальные. Требуют дальнейших исследований, более глубоких, чтобы изучить, почему так, чем определенная индивидуальная способность, сразу устойчивость, скажем так. Таких исследований в нашей работе не приведено, но очень перспективное направление для будущего. Вы перечислили несколько известных психосоматических заболеваний. Некоторые из них сопутствовали авторам и ваших пациентов. По литературным данным, вашим наблюдениям, где вот эта связь психоэмоционального стресса с заболеванием, с какими заболеваниями наиболее выражена, и в этом году заболеваний, в какой месте занимает связь стрессы с автами патологии? Спасибо за вопрос. Думаю, что это, наверное, тоже мое личное мнение в результате работы с литературными источниками, что наибольшую доказательную базу имеет все-таки сахарный диабет по изучению стресса, и язва жутка, и динозаперства кишки. То есть данные нозологии более широко изучены в контексте влияния психоэмоционального стресса. Направление автальмо-психосоматики является новым и только-только начинает развиваться. В сравнении с этим исследовательным болезнью они сопоставили или все-таки меньше? Меньше, это может и меньше. Ну, наверное, меньше сопоставим. Я не могу утверждать 100%, либо они меньше, либо нет, потому что требуется дальнейшее изучение, а не на причинно-следственной связи. Хорошо, еще один вопрос. Вот кроме известного патогенического механизма, как спазм сосудов, еще какие-то теории патогенические встречаются, теории психосоматических заболеваний, которые рассматривают два пути воздействия стресса, то есть общеприняты, предложены через администроновую систему, через базоспазм, через работу ангиоксинитиногена. Это классическая теория общепринятая и опосредованный путь рассматривается, когда имеет место быть непосредственная эндотелиоцитарная дисфункция, то есть говорят, что стресс сам по себе является причиной разрушения сосудистой стенки и выхода всех медиаторов в кровь. То есть это теория гипотетическая. Спазм, да, и эндотелиоцитарная дисфункция, то есть вот два пути в развитие ограждения. Спасибо. Последний вопрос. Можете практически пример привести? Примерно, как вот шкала разработана в вашей работе в клинике. На примере, например, больного. Поняла. Шкала сейчас у нами применяется в отделение. Если мы видим госпитализацию пациента с патологией глазного дна и имеется, как любая сосудистая нозология, мы предлагаем пройти анкетирование и сопоставляем данные, полученные в соответствии со шкалой, с результатами экономического обследования. То есть имеется ли стадия развития начальной отечных изменений или нет. Сопоставляем эти данные и пробуем предотвратить дальнейшее развитие отека и сохранить зрительные функции на таком уровне, на котором они есть, чтобы не было снижения. Ну отек же вы не по шкале ставите, а отек ставите на основании офтальмоскопии, там вот исследования, специальные исследования. Безусловно. А шкала как вам помогает? Просто у нас ОЦИТ, он не заложен именно в протокол, мы не делаем его, скажем так, всем пациентам, именно с передней шимической оптикой нейропатии. То есть мы не можем поймать пациента на самой начальной стадии, когда действительно у него есть отек. Пациенты приходят тогда, когда уже выражена клиническая картина. По результатам шкалы мы можем предположить, что скорее всего у этого пациента начался механизм развития отека. То есть мы стремимся предотвратить его. Прогностическая картина. Да, она больше прогностическая. Спасибо. Прогностическая картина. Прогностическая картина. Это первый вопрос. Нет, второй вопрос. Второй вопрос. Вы пытались сопоставить уровень эвциклозота и уровень стресса. Но почему не изучался, например, какой показатель стресса, биохимический уровень катакономии в матче? То есть для того, чтобы сказать, что теперь лично, а что вторичное. Почему? Я бы сказал, что это хабринал. Какие вещи? Еще я хотелось бы. Следующий вопрос. Вот сопоставление контрольной группы вы проводили? То есть это абсолютно здоровые добровольцы были? Выясните, и какого они возраста? Существует вопрос по сопутствующей патологии. Там наличие ожирения, которое было в основной группе. Наличие артериальной температуры, которая была в основной группе. Время, там просто контрольные выручки и имеются. Возможно, этот вопрос немножко повторяется. Хотелось бы просто увидеть статистическое сопоставление, как воздействие или нет. Следующий вопрос. У меня перекрепляет вопрос Мурат Мазухович. Потому что задачей, четвертой задачей, вы говорите о том, что создавится задача разработать диагностическую шкалу, позволяющую выделить группу пациентов. А вынудили просто констатировать и факт, что она разработана. Но она позволяет выделить пациентов или не позволяет выделить пациентов с какой-то вариант? То есть вывод, он просто констатационный. А насколько это действительно шкала работает, насколько она позволяет определить пациентов с какой-то вариант? При передней шимической нейропатии, вот что пациентов все-таки были с односторонним процессом. В случае макулярной генерации, конечно, преобладал двухсторонний процесс. Вы смотрели оба? Конечно, мы смотрели оба, но патологический процесс был не всегда двухсторонний. По поводу изучения катехоламинов в моче, да, предложено у вас. Катехоламины – продукты распада именно стероидов, кортизола. А кортизол, по данным литературных источников, очень недолго живущая концентрация в крови. То есть ее крайне сложно поймать именно на момент действительно испытывания стресса. В момент стресса. Поэтому данный маркер не был к нами изучен. По поводу контрольной группы старались максимально, чтобы не было достоверных отличий. Мы проводили стат-обработку наличия сопутствующей патологии между исследователями и группами контроля и стремились к минимуму отличий между возрастом и сопутствующей патологией, чтобы они были сопоставимыми. Нас интересовало офтальмологическое исследование, чтобы они не имели патологии глазного дна. А они сопоставимы были, да. По выводу, здесь в основной работе мы указываем, что под первичным данным применения шкалы действительно она является прогнистической. и я аннотация этого не указала. Есть ли еще вопросы? Да, вы рады. У меня такой вопрос. Все-таки вы определяли его апсид азота. Для чего вы его определяли, мне не понятно. Для того, чтобы объективизировать тот стресс, который испытывает больно, это показать потом все таки как как потом вот эти ваши полученные данные для практического понятия что можно использовать в данной ситуации пошаговая инструкция для того чтобы именно использовать ту же шкалу, допустим, те диагностические данные, которые были в плане исследований Благодарю за вопрос. По поводу определения именно оксида азота, он выбран как доказанный маркер развития макулярного отека как пусковой механизм, та субстанция, на которую развивается вазодилатация и в ответ на повышение именно оксида азота в крови развивается увеличение проницаемости субъектной стенки вследствие чего развивается отек, поэтому выбран именно оксид азота По поводу алгоритма применения практики, здесь мы не можем предложить на данном этапе прямо конкретный алгоритм, потому что шкала только-только начала применяться Для разработки алгоритма мы должны набрать базу пациентов, для которых она была применена сравнить с теми, у которых не было применения данной шкалы и только тогда мы можем судить о пользе ее применения, либо качестве применения Это планируется исследовать в дальнейшем Продолжить работу Спасибо Сергей Викторович, если можно, я задам вопрос Спасибо У меня на самом деле один, наверное, такой вопрос Хотя, конечно, их больше, но тем не менее Скажите, пожалуйста, были ли пациенты, которые к вам пришли, скажем так, без клинических признаков психоэмоционального стресса? Если они были, то не считаете ли вы, что можно было бы сравнить с ними и уровень других маркеров, которые вы изучали? И вообще само течение заболеваний Все-таки что же является первичным или вторичным? Может быть, психоэмоциональный стресс возник у них по причине нарушения зрения, а не зрение нарушилось по причине стресса? Спасибо 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 Для них тоже мы провели исследование оксида азота, сопоставили, проводили корреляционный анализ Но достоверные отличия не были получены по результатам остроты зрения, по результатам... Чем? С второй и третьей группы Ну так, наверное, значит, тогда не стресс является причиной нарушения зрения? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить все критерии наличия причинно-следственной связи Это целая монография Остина Брэдварда Хилла, которая включает 9 критериев В нами были изучены только 3 из них, получается Мы не учитывали временной фактор, мы не проводили эксперимент И в силу дизайна у нас проспекционное исследование А для ответа на вопрос о причинно-следственной связи должно быть проведено ломкедагинальное исследование Чтобы это была одна и та же выборка Поэтому мы не можем утверждать 100% что, да, действительно, стресс – этиопатогенетический фактор Но на данный момент имеются исследования с возрастной окулярной дегенерацией Когда авторы преподносят стресс как следствие постановки диагога Стресс как следствие снижения зрительных функций Нам же был интересен момент рассмотреть стресс со стороны этиологии Что стресс является пусковой механизм, триггером То есть мы получили ассоциацию, действительно, ассоциация есть А судить, насколько сильна эта причинно-следственная связь Здесь требуется дальнейшее исследование Хорошо Хорошо Спасибо Позвольте тогда прийти к следующей части Можете присесть Слово предоставляется первому официальному рециденту Медицинских наук, заведующий отделом офтальмодиагностики Официального общества Казахский орден Орден на знак почёта Научно исследовательский институт глазных болезней Я хочу сказать, что для пояснения У нас сейчас в скайпе Вы видите Куат Перниковович Так как мы его не видели во время доклада И зарубежный консультант Бржевский Владимир Псей Володерич Профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета К словам, что вы знали Прошу прощения, Заря Саханова, вам слово Добрый день, глубокоуважаемые коллеги Рада приветствовать вас В стенах столь уважаемого И престижного Вуза медицинского В нашей Республике Позвольте представить вашу внимальную рецензию На диссертационную работу Ахмадиарова и Потапуа Сергазины Взаимосвязи Психо-эмоционального стресса с развитием Передней шимической и архитической макропатии И возрастом макулярных генераций Актуальность темы исследования И в связи с общей научными и общей государственными программами Запросами практики развития науки и техники В последние десятилетия Возрастла необходимость более детального изучения Развития сосудистой патологии Глазного дна В современной термологии Представленная авторами тема является актуальной Недостаточно изученной Крайне мало работ посвященных изучению Влияния психогенных факторов на глазную патологию В частности Передней шимической и архитической нейропатии Возрастная макулярная дегенерация И психосоциальная стимуляция Ранее не изучались Авторами проведен Глубокий анализ литературных источников По данной проблеме глубины более 10 лет При проверке по базам данных Памет и ВЭКО Отмечается крайне малое количество Работ посвященных Изучению психосоциальной Стимуляции в тармологии Нужно отметить отсутствие Работ по данному вопросу На территории стран СНГ Таким образом список литературных источников Представленные авторами И является полным актуальным На сегодняшний день Отмечаются Рост случаев обострения Ухудшения Состояния пациентов С переднейшими Читатической нейропатии И возрастной макулярной дегенерации Без видимой причины Но при детальном опусе Выявляется Перенесенная стрессовая ситуация Данный факт Не принимается во внимание Врачами и офтальмологами Что служит Удлинением периода Восстановления зрительных функций Пребывания в стационаре И некорректной терапии В связи с уже изложенными Практическая ценность работы Не вызывает сомнений Так как дает Более глубокую информацию О процессах Происходящих в сетчатке При воздействии Психоэмоционального стресса Необходимостью Корректировки Терапии пациентов Спереди Ишемической Отлической нейропатии Возрастной макулярной дегенерации В связи с этим Диссертационная работа Ахмадьяровой Посвященная изучению Взаимосвязи Психоэмоционального стресса С развитием Передней химической Отлической нейропатии Возрастной макулярной дегенерации Является безусловно актуальной Все задачи исследования Логичны Взаимосвязаны И адекватны Поставлены Научные результаты В рамках требования диссертации Диссертационная работа Написана в классическом варианте Работа изложена на 131 странице Состоит из введений Материалов и методов В результате обсуждения Заключения выводов И практических рекомендаций Иллюстрирована Главная таблица 22 рисунками Указатели Литературы Включают 452 источника И страны СНГ и дальнего зарубежья В введении Обзор Обзор Он хорошо структурирован Подробен Подробен В результате 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 В в результате Материал В результате В результате 474 глаза, 189 пациентов, у которых диагностирована передняя ишемическая оптическая нейропатия и 136 больниц с возрастной макулярной генерацией. Более подробно описаны методы оценки ортопомологического статуса. Доступно изложены лабораторные и статистические методы исследования. Все исследования направлены к достижению единой цели, к предотвращению обострения изучаемых патологий глазного дна и к дальнейшему улучшению результата причины. В третьей главе представлены результаты клинического исследования ортопомологического статуса больной с передней ишемической нейропатии и возрастной макулярной генерацией. Проведен сравнительный анализ результатов в зависимости от уровня психоэмоционального стресса. Рассмотрены теоретические предпосылки и концепция определения прогностической ценности различных факторов психоэмоционального стресса с передней ишемической оптической нейропатии с возрастной макулярной генерацией. проведен статистический расчет, сформирована прогностическая шкала усугубления течения передней шимической нейропатии и возрастной макулярной сгенерации, ассоциированной с психоэмоциональным стрессом. Основные положения и выводы являются аргументированными, обоснованными, а адекватная статистическая обработка делает их достоверными. Научные результаты имеют внутреннее единство, вытекают из сути выполненной работы и обоснованы результатами проведенных клинических исследований. Таким образом, представленное исследование является научным квалифицированным трудом, в котором содержится решение приоритетной прикладной задачи, имеющей существенное значение для повышения эффективности лечения офтальмологических болезней с патологией глазного дна. Список опубликованных научных работ в количестве 11 свидетельствует о всесторонней оценке результатов работы. Работа Ахмадьярова и Бутаго Сергея Дина является законченным самостоятельным исследованием, направленным на решение актуальных проблем офтальмологии. Степень обоснованности и достоверности каждого результата в выводах и заключении соискателей сформулирована диссертация. Обоснованность и достоверность положений выносимых на защиту подтверждается адекватностью целей и задачам исследования, тщательным подходом к дизайну исследования, к подбору методов исследования, достаточным объемом клинического материала, грамотным статистическим анализом, их сопоставлением и обсуждением. Результат первый базируется на данных анкетирования пациента с достаточно большим количеством и с оптической энеропатии, и с возрастной макулярной дегенерацией по методике PSN-25. С использованием этой методики проведена оценка и последующие ранжирования по группам в зависимости от уровня психоэмоционального стресса. В результате установлено, что наибольшее количество пациентов передней шимической оптической энеропатии и возрастной макулярной дегенерации испытывали стресс среднего уровня более чем 36% и более чем 41% случаев соответственно. Результат второй основан на определении уровня оксида азота с спектрофотометрическим методом у пациентов с передней шимической оптической энеропатии и возрастной макулярной дегенерацией при психоэмоциональном стрессе разного уровня. В трех подгруппах пациентов с передней шимической оптической дегенерацией установлена достаточно хорошая корреляционная связь между уровнем оксида азота и балмей, полученными при шкале ПСН-25. Также установлена корреляционная связь между уровнем оксида азота и показателями остроты зрения. У пациентов с возрастной макулярной дегенерацией также корреляционная связь между уровнем оксида азота и балмей, полученными при шкале ПСН-25, а также связь между уровнем оксида азота и показателями остроты зрения. Корректность результатов третьего и четвертого подтверждена использованием результатов офтальмологических методов и методов статистического анализа. Была сформирована прогностическая шкала с учетом факторов, ухудшающих в течении ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации. В степени новизны каждого научного результата вывода инсертанта научная новизна полученных результатов обусловлена тем, что на основе клинических, офтальмологических, лабораторных и математических исследований разработана шкала прогноза усугубления офтальмологического статуса у больных с передней ишемической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, перенесших психоэмоциональный стресс. Результат первый является новым, поскольку автором впервые применена методика оценки психоэмоционального стресса шкала ПИСМ-25. У офтальмологических больных в результате установлено, что среди больных с передней ишемической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации в большинстве случаев психоэмоциональный стресс был среднего и высокого уровня. Результат второй. Новый, поскольку автором впервые установлено достоверное повышение значения оксида азота в крови у пациентов с передней ишемической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, испытывающих высокий уровень психоэмоционального стресса. Получена коррекционная зависимость показателей оксида азота и уровня психоэмоционального стресса. Результат третий является новым, поскольку автором определены факторы усугубления симптоматики передней шимической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, связанных с психоэмоциональным стрессом. Результат четвертый также новый, поскольку на основании данных статистического анализа разработана оригинальная шкала прогноза усугубления течения патологии глазного дна, взаимосвязанных с психоэмоциональным стрессом. Оценка внутреннего единства полученных результатов, работа характеризуется внутренним единством, все разделы диссертации логически взаимосвязаны, научные положения, полученные результаты и практические рекомендации соответствуют поставленным целям и задачам. Исходя из актуальности темы анализа научной литературы, диссертантам обосновывается необходимость проведения данного исследования, а также достаточный объем выборки и применения методов статистического анализа. Основные положения вывода и полученные результаты логически вытекают из целей задач работы, обосновывают практическую значимость выбранного направления исследования. Направленность полученных соискательных результатов на решение соответствующей актуальной проблемой теоретической и предложенной задачи. Работа является итогом научного исследования, имеющего существенное значение в решении научно-практической проблемы, изучению взаимосвязи психоэмоционального стресса с развитием передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной генерации. В данной работе разработана оригинальная шкала прогноза усугубления течения патологии глазного дна при воздействии психоэмоционального стресса. Полученные результаты научной работы могут быть использованы в клинической практике ортолинга. По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 3 публикации в научных изданиях Казахстана рекомендованы Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОНРК, 1 свидетельство о государственной регистрации прав на предмет авторского права, 6 публикаций в материалах международных конференций, 1 публикация в международном научном издании лицензированной информационной базой данных скопус, имеющих ненулевой фактор. Основные положения диссертации и результаты проведенных исследований доложены достаточно широко на международных и отечественных конференциях. В соответствии аннотации содержания диссертации аннотация представлена на трех языках в казахском, русском и английском и полностью соответствуют содержанию диссертации. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. Работа в целом заслуживает положительной оценки. Вместе с тем имеется ряд замечаний и вопросов для обсуждения. Много специальных афтермологических терминов. Скотома, фотостресс, тест, показатели электрической чувствительности, лоббильности, то есть те термины, которые требуют определения. Второй вопрос и замечание. Обращает на себя внимание высокий процент, более 30% в год выявления такой серьезной патологии, как переднейшимическая оптика нейропатия. Чем объяснить подобный результат? Известно, что переднейшимическая нейропатия всегда сопровождается резким и значительным снижением остроты зрения. В представленных группах больных с этим заболеванием отмечена достаточно высокая острота зрения, где-то до единицы, то есть до 100%. Даже допуская низкий уровень психоэмоционального стресса, такая острота зрения вызывает сомнения в правильной постановке диагноза. По какой методике проводился фотостресс-тест? В разделе «Материалы и методы» заключения имеются неудачные термины «Стилистические ошибки». Заключение о возможности присуждения степени доктора философии ПИДД по соответствующей специальности. Научно-квалификационная работа Ахмадьярова и Батагосты Газильной на тему «Взаимосвязь психоэмоционального стресса с развитием передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации» является законченным самостоятельным научным исследованием. В диссертационной работе обобщены сформулированные и обоснованы научные положения, в совокупность которых можно квалифицировать как существенный вклад в изучение актуальной проблемы психоэмоционального стресса пациентов с передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, направленной на повышение эффективности диагностики и лечения офтальмологической патологии. Диссертационная работа Ахмадьярова и Батагосты Газильной представленная на соискании степени доктора философии соответствует требованиям комитета по контролю в сфере образования и науки МОНРК, пункта 4, 5, 6, предъявляемым диссертационным работам на соискании степени доктора философии по специальности медицина, а автор заслуживает искомой степени доктора. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Завелюсь, Анна. Посаживайтесь, пожалуйста. Батагосты Газильна, вам слово для ответа на вопросы и замечания. По заданным вопросам по поводу учащения случаев передней шимической оптики нейропатии, можем связать это опять же с ростом общей тревожности, с ростом ускорения образа жизни и развитием таких стрессовых ситуаций, заявляющихся триггером именно к приону. По данным визометрии, почему у нас был отмечен, это единичный случай был, который мы указали в работе. Визус на момент исследования составлял 0,7, но эксцентрично, то есть он пациент видел только боковым зрением, центральное зрение отсутствовало. Поэтому такой случай был у нас в практике. По поводу фотостресс-теста, фотостресс-тест применялся по общепринятой разработанной методике, то есть проводился с помощью офтальмоскопа, при этом засвет проводили на таком расстоянии, чтобы он максимально сохранял свое воздействие на зону макулы, то есть кружок офтальмоскопа сопоставляли с границами лимба. Засвет проводился в течение 30 секунд, после чего запускали секундомер и начинали проведение остроты зрения. Здесь смотрели время, за какое время восстанавливается четкая острота зрения. Он предоставляется второму официальному рецензенту Раскоповой Наталье Ивановне, доктору медицинских наук, профессору кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии, АО «Казахский национальный университет», «Медицинский университет непрерывного образования». Это главное, пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, вашему вниманию представляется лицензия на диссертационную работу Ахмадьяровой Батакоса Газеевны на тему взаимосвязи психоэмоционального стресса с развитием беременной ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, представленную на соискании степени доктора философии ПХД по специальности медицины. Что касается актуальности темы исследований и ее связи с общественными и общественными программами, отличительной чертой 21-го столетия является бурное развитие новых технологий, требующих значительной нагрузки на зрительный анализатор. Это компьютерные информационные системы, различные гаджеты и тому подобное. Темп и уровень жизни человека на современном этапе, сопряженные социальными стрессами, местами от клинической офтальмологии, так и перед науками о психическом здоровье, задачи по изучению взаимодействия психоэмоционального стресса на прогрессирующий род властным болезни и по разработке эффективных методов психокоррекции нарушений зрения. Общеизвестно, что последствия хронического эмоционального напряжения имеют широкий диапазон от психологических страданий и развития психической патологии до разрушения семьи, инвалидности, ухудшения и течения различных соматических заболеваний, в том числе и офтальмологической патологии. При этом отечественная зарубежная литература видна о сообщении посвященном изучению психосоматических взаимодействий в офтальмологии. Несмотря на явно имеющуюся проблему, до настоящего времени не изучала я взаимосвязь психоэмоционального стресса с передней ишемической оптической нейропатией и с возрастной макулярной дегенерацией. Учитывая тот факт, что высокий уровень стресса и депрессия поддаются лечению, а некоторые глазные заболевания, которые вызывают потерю зрения, являются на первых этапах обратимыми, раннее выявление лечения лиц подвержился не большему риску, несомненно имеет важное значение для качества жизни, особенно пожилых людей, среди которых риск снижения зрения наиболее высок. Следует отметить, что постоянные изменения возрастной структуры населения и земли в сторону увеличения числа людей пожилого и старческого возраста ведет к росту относительного числа пациентов с возрастной макулярной дегенерацией, что свидетельствует о неизбежном сохранении актуальности результатов данного исследования с течением времени. Таким образом, тема диссертационной работы Ахмадьяровой является, безусловно, актуальной, все задачи исследований логичны, взаимосвязанной, адекватно поставленной целью. Научные результаты в рамках требований диссертации. Диссертационная работа, выполнена в классическом стиле, является самостоятельным, законченным научным трудом. Изложенным на 128 страницах состоит из введения, материалов, методов, результатов исследований, обсуждения, заключения практических рекомендаций, списка использованных источников, 452 из которых 250 на иностранном языке и приложения. Иллюстрировано 21 таблицей и 27 рисунками. В введении дается обоснование актуальности тем исследований, сформулированы его цели и задачи, представленная научная навесная и практическая значимость, положение, выносимое на защиту, отражает основные результаты исследований. В разделе «Обзор литературы» диссертант анализирует современные научные представления о воздействии психоэмоционального стресса на состояние глазного дна, раскрывает эпидемиологию шимической оптической нейропатии, возрастной окулярной дегенерации, основные механизмы повреждающего влияния психогенных факторов на ретинальную микроциркуляцию, фатогенезе возрастной окулярной дегенерации и шимической оптической нейропатии. В разделе «Материалы методов исследования» представлен дизайн исследований с подробным описанием первичного клинического материала. Следует особо отметить адекватный подбор автора методов исследований, в частности, выбор методики анкетирования по шкале ПСН-25 для измерения уровня психоэмоционального стресса и методики определения уровня ситозоза в крови как критерия функциональной недостаточности эндотелиального слоя сосудистой стенки. В разделе «Результаты исследования» представлены результаты астромологического исследования пациентов с передней ишемической оптической нейропатии и возрастной окулярной дегенерацией. Роджированы в соответствии с уровнем психоэмоционального стресса, сравнивая группа. Отобраны и просчитаны вероятности влияния ряда факторов на ухудшение течения исследованных заболеваний при психоэмоциональном стрессе. В результате проведенного исследования установлено следующее. У больных с передней ишемической оптической нейропатии и возрастной окулярной регенерации, перенесив стресс тяжелой степени, диагностируются достоверно более низкие показатели астроты зрения, а также отечные геморрагические проявления на глазном дне по сравнению с пациентами, испытывающих лёгкую степень психоэмоционального стресса. Таким образом, исследуемые астромологические показатели напрямую коррелируют с уровнем психоэмоционального стресса. Статистически достоверно просчитаны и установлены факторы ухудшения астромологического статуса у пациентов с передней ишемической оптической нейропатии и возрастной окулярной регенерации, взаимосвязаны с психоэмоциональным стрессом и разработана и предложена к практическому применению прогностическая шкала для астромологических пациентов с патологией глазного дна, у которых отмечена стрессовая ситуация в анализе. В обсуждении всесторонне проанализированы основные результаты работы, сформулированные четыре вывода, даны практические рекомендации и отмечены перспективы для дальнейших исследований. Степень обоснованности и достоверности каждого результата вывода с точки зрения принципов доказательной медицины, объемом материала и современными информативными методами исследования. Исследования выполнены в стандартизированных условиях на современных сертифицированных астромологических и общих клинических аппаратах. Статистическая обработка клинического материала, а также интерпретация полученных результатов выполнены с применением методов медицинской статистики, регрессивный анализ, критерии, квадрат, фишера и другие. Проведен расчет относительно риска и отношения шансов для каждого определенного фактора. Первый научный результат основан на данных анкетирования пациентов с передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации по методике ПСН-25. В результате установлено преобладание психоэмоционального стресса среднего уровня 6,6% при передней ишемической оптической нейропатии и 41,7% при возрастной макулярной дегенерации. Второй научный результат основан на спектрофотометрическом лабораторном исследовании уровня оксида азота в крови обследованных пациентов. Пусом корреляционного анализа установлено достоверное повышение значения оксида азота в крови у пациентов с передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, испытывающей высокий уровень психоэмоционального стресса. Третье и четвертые научные результаты обоснованы статистически достоверными данными о значимости определенных психоэмоциональных стрессовых факторов, усугубляющих течение передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации. Рассчитаны статистические показатели достоверности для каждого фактора. На основании выполненных расчетов разработана прогностическая шкала. Таким образом, достоверность проведенного исследования обеспечена достаточным объемом материала информативными современными методами диагностики и статистического анализа. Выводы не вызывают сомнений, так они основываются на полученных и установленных фактических данных. Степень новизны каждого научного результата и вывода диссертантов. Все основные результаты, полученные в диссертационной работе, являются новыми научными фактами. Исследование взаимосвязи психоэмоционального стресса с развитием периодов ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации в Республике Казахстан проводится впервые, а зарубежные литературные данные носят разрушенные характеры и отражают лишь отдельные стороны данной проблемы. Первый научный результат, выбор первый, является новым. Так, а в первую Республике Казахстан проведены исследования уровня психоэмоционального стресса у офтальмологических больных с применением методики шкала психологического стресса ПСН-25. Получены новые данные о том, что среди больных с возрастом макулярной дегенерации легкий уровень психоэмоционального стресса отмечены у 35,7%, средний психоэмоциональный стресс у 36,6% и психоэмоциональный стресс высокого уровня 31,7%. Соответствующие показатели среди больных с передней шемической оптической нейропатии составили 29,4% и 41,2% и 29,4%. Второй научный результат вывода является новым, так как впервые проведена оценка уровня оксида азота у офтальмологических больных при психоэмоциональном стрессе различного уровня. Впервые установлено статистически достоверно повышение значения оксида азота в крови у пациентов с передней шемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации, испытывающей высокий уровень психоэмоционального стресса. Получена корреляционная зависимость показателей оксида азота и уровня психоэмоционального стресса, а также оксида азота и остроты зрения. Третий научный результат вывода 3 также является новым. При проведении сравнительного статистического анализа десертантов впервые определены факторы усугубления симптоматики передней шемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации связаны с психоэмоциональным стрессом. Показатель по шкале стресса больше 125, сахарный диабет, возраст старше 60 лет, гипертоническая болезнь, курение, защитные психологические механизмы, патику реакции, избитания, а также неблагоприятные социально-психологические факторы. Четвертый научный результат ГИВА-4 является новым. Так вот разработанная десертантов шкала прогноза усугубления течения патологии глазного дна, взаимосвязанная с психоэмоциональным стрессом, является оригинальной и не имеет аналогов как в Республике Казахстан, так и за рубежом. Оценка внутреннего и детства полученных результатов. Все разделы десертационной работы логически взаимосвязаны, характеризуются последовательностью предложения в материалах работы. Предложены авторы новые результаты, аргументированы корректным дизайном исследования, достаточным количеством обследованных, применением современных методов исследований и достоверных статистических технологий. Полученные выводы полностью соответствуют поставленным задачам. Направлены с полученным соискателем результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прокладной задачи. Правительное десертантов исследования расширяет имеющиеся представление о взаимосвязи психоэмоционального стресса с развитием передней ишемической оптической нейрозы и возрастной макулярной дегенерации. Позволяет рассматривать стресс не как последствия кальмологического заболевания, а как одну из его причин и факторов ухудшения течения прогноза. Результаты исследований имеют практическое применение. Авторам получен акт внедрения в практику в отделении микрохирургии Глаза в областном медицинском центре города Караганды. Подтверждение достаточной полноты и публикации основных положений и результатов выводов в заключении диссертации. По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ. Из них три публикации в научном создании Казахстана, рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки МОНРК, одно свидетельство о государственной регистрации прав на предмет авторского права 2 июля 2018 года, шесть публикаций в материалах международных конференций, одна публикация в международном научном издании, рецендируемой информационной базой данных скопов, имеющих скопус, имеющих не нулевой партнер. Соответствие аннотации содержанию диссертации, аннотация, представленная на 3-й ДК, в казахском, русском, английском, полностью соответствует содержанию диссертации. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. По оформлению диссертации замечания нет. Следует отметить, что в выполненном исследовании недостаточное внимание было уделено изучению личностных характеристик процентов, так как особенности личности могут играть существенную роль в стрессоустойчивости, а соответственно определять индивидуальный риск этого патогенетического психосоматического влияния стрессовых факторов на развитие атомологической патологии. В последующих исследованиях рекомендуется обратить внимание на приморбидные личностные особенности пациента с передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерацией с выделением акцентуации характера лиц наиболее подверженных данной патологии. И заключение возможности присуждения степени доктора философии PHD по соответствующей специальности. Таким образом, диссертационная работа Ахмедьярова на тему взаимосвязь психоэмоционального стресса с развитием передней ишемической оптической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации является самостоятельным и завершенным научным исследованием, в котором изложены новые научные взгляды на проблему психоэмоционального стресса в патологии глазного дна, определены дальнейшие перспективы исследования данного вопроса. Диссертационная работа Ахмедьярова в патологии глазиния представлена на соискании ученой степени доктора философии PHD по объему научной назначения практической значимости соответствует требованиям предъявления диссертационным работам на соискании степени доктора философии PHD по специальности медицины. А автор заслуживает присуждение искомой степени доктора философии PHD. Благодарю за внимание. Спасибо, Наталья Ивановна. Присаживайтесь, пожалуйста. Позвольте слово предоставить научному руководителю Шустерову Юрию Аркадьевичу, доктором медицинских наук, профессору заведующему кафедру офтальмологии и ото-ринолинологии Каргандинского медицинского университета. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые члены диссертационного совета. Ахмедьярова Батагуста Газивна в 2012 году закончила Каргандинский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело с квалификацией врача. В 2013 году окончила целевую интернатуру в Каргандинском государственном медицинском университете по специальности афтермологии с квалификацией врача-фтальмолога. За время обучения в интернатуре принимала активное участие в работе научного кружка кафедры и выполнении научной работы. В 2015 году окончила магистратуру при Каргандинском государственном медицинском университете по специальности медицина, а с 2013 по 2014 год работала ассистентом кафедры Анатомии КГМУ. В 2015 году поступила в докторантуру при Карагандинском государственном медицинском университете по специальности медицины. Тема диссертационной работы «Заимосвязь психоэмоционального стресса с развитием передней ишемической активической нейропатии и возрастной макулярной дегенерации», представленной на соискании степени доктора философии, одобрена научно-экспертным комитетом и удовлетворена достигаемым ученого совета КГМУ. Диссертационная работа посвящена изучению взаимоотношений психоэмоционального стресса с передней ишемической нейропатии и с возрастной макулярной дегенерацией, в частности, становление взаимосвязей с психоэмоциональным стрессом разного уровня и ухудшение зрительных функций при изучении термологических нозологий. Диссертантам показана достаточно сильная связь с психоэмоциональным стрессом и исследованием патологии глазного дна. Разработана шкала прогноза о ухудшении термологического статуса при взаимосвязи с психоэмоциональным стрессом. За период докторантуры выполнен большой объем работы по анализу и обзору литературы по проблеме, обоснованию теоретико-методологической базы исследования, сбору, обработке, обобщении эмпирического материала, лабораторным исследованием, разработке прогнозической шкалы и практических рекомендаций. Ахмальяровой были поставлены конкретные задачи, к решению которых она подошла профессионально. Выполненная работа открыла перспективы для продолжения исследований про развитие офтальмо-психосоматики. Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и обсуждались на 13-м всероссийской научной конференции с международным участием Федоровских чтений, 2016 год, Москва, международном конгрессе офтальмолога, Майозор, Клиникала, 2016 год, Рим, международная научно-практическая конференция «Наука и медицина. Современный взгляд молодежи» Казахского национального медицинского университета имени Асфиндиарова Алматы, 2017 год, на 14-й всероссийской научной конференции с международным участием Федоровских чтений, 2017 год, Москва, 2017 год, международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, АОМ, Медицинский университет Астана, Астана, 2017 год, 16-й международной научно-практической конференции «Современные технологии лечения битролитинальной патологии» Санкт-Петербург, 2018 год. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 3 в журналах, входящих в перечень ведущих рецендируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых в АРТ. 5 в сборниках международной конференции, одна в журнале «Жоржин Медикал Ньюс», рецензированной базой данных скопа, имеющей парфакторность 7-7. В годы учебы PhD доктором туры по специальности медицины, соискатель Ахмадьярова, проявила себя сформировавшимся специалистом в области теории и методики исследовательской деятельности. Легко, быстро и глубоко вникает в проблемы смежных наук, умеет работать с научной литературой, корректируя процесс исследования, постоянно пополняя неоспевшие знания для его полноценной реализации. Владеет на хорошем уровне иностранным языком английским. Она выполнила завершенные научные исследования, обладающие научной новизной, теоретической и практической значностью. В диссертация Ахмадьярова и Бактабы Саргазины соответствует требованию, предъявляемым диссертационным работам соискания степени доктора философии PhD по специальности медицины и может быть представлена публичная защита. Позвольте предоставить слово научному консультанту Любченко Марине Юрьевне, кандидату медицинских наук, исполняющим в обязанности профессора кафедры неврологии, психиатрии и реабилитологии Кардензинского децентрического университета. Пожалуйста, Боя. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, позвольте представить отзыв о работе Ахмадьяровой Бактабы Саргазины. Ахмадьярова Бактабы Саргазина в 2015 году поступила в PhD-докторатуру по специальности медицины. В рамках докторатуры ею выполнена диссертационная работа на тему в зависимости от психоэмоционального стресса с развитием передней ишемнической оптической ниропатии и возрастной почИ диссертационной работе посвящена изучению взаимосвязи психоэмоционального стресса различного уровня с переведением ишемнической оптической ниропатии и возрастной аукулярной дегенерации. Также проведен анализ уровня оксида азота в зависимости от уровня психоэмоционального стресса и исследуемыми авториммологическими заводами. Сконструирована прогностическая шкала для определения вероятности ухудшения зрительных функций при патологии властного дна, ассоциированных киперноциональным стрессам. За время обучения в докторатуре Ахмадияна Батолосия Галиина в установленные сроки выполнила диссертационную работу по достаточно мало изученной проблематике психосоматической медицины. Она закомендовала себя грамотным и эрудированным исследователем в области представленной работы, показала себя достаточно зрелым и подготовленным специалистом, проявившим способность выполнять теоретические исследования по данной теме и осуществлять необходимую работу по сбору, анализу, обобщению и интерпретации большого количества эмпирического материала для ее решения. Выбрав малоизученную тему исследования ассоциации психоэмоционального стресса и афтомологической патологии, она правильно осмыслила специфику теоретиками методологических основ изучения и измерения психоэмоционального стресса. Докторам так разработана прогностическая шкала усугубления тяжести течения патологии глазного дна при ассоциации с психоэмоциональным стрессом, которая включает в себя выявление у пациента уровня психоэмоционального стресса, а также учитывает ряд факторов, обеспечивающих адекватность и достоверность анкетирования. Теоретические и прикладные исследования по работе Ахмадьяровой по такой согласии нашли отражение в трехпечатных научных статьях в рецендируемых научных журналах по перечню ВАГМО на РК, часть печатных работ в сборниках международных конференций, а также печатная научная статья в журнале новостей в Грузии, рецендируемой базой «Скокус», имеющей неголевой импорт. В процессе выполнения и доработки своего научного труда Ахмадьярова Батовой Сергазина проявила высокие интеллектуальные качества, преодолевая все трудности, которые стояли на пути ее завершения, и представила диссертацию в установленное время. Батовой Сергазина странно обобщение ведет себя достойно, проявляет интересы педагогической, научной и клинической деятельности. Безусловно, диссертационная работа Ахмадьярова Батовой Сергазины является законченным, самостоятельным исследованием, а саму ее можно охарактеризовать как сложившегося научного исследования. Она заслуживает присуждения ей степени доктора философии по специальности медицины. Спасибо, Марина Ильевна. Пожалуйста, присаживайтесь. Слово предоставляется зарубежному научному консультанту, доктору медицинских наук, профессору заведения к следующему кафедру офтальмологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессору Владимиру Алексеевичу Бржевскому. Диссертационная работа Ахмадьярова Батовой Сергеевичу Бржевскому. Диссертационная работа Ахмадьярова Батовой Сергеевичу Бржевскому. Диссертационная работа Ахмадьярова Батовой Сергеевича Бржевскому. и возрастной популярной дегенерации у каждого конкретного пациента. Разработаны соответствующие методы профилактики. Практическая значимость исследования заключается в повышении эффективности профилактики лечения гестропической патологии сетчатки и зрительного нерва. Путем определять у больных уровня стресса по шкале 5СМ25. В последующем прогнозируют негативное влияние стресса на течение лечения шеристской нервной дезапатии и возрастной популярной дегенерации. Автор установил, что степень негативного действия стресса на пациента с случайными патологиями определяется индивидуальной особенностью и может быть прогнозирована при помощи специальной шкалы, учитывающей влияние изученных факторов предиктов. Улучшенные ватоконстер-газинных материалов и результаты имеют большое научно-фактическое значение и вносят существенный вклад в теорию подкигназа сосудов и суток, заболевая баня зрительного нерва и патологии сетчатки и дискотического кранца. И важны для практического использования в термологических социалах и соответствующих подразделениях патологии при обследовании и лечении баня с патологией сетчатки и зрительного нерва на почве нарушения правоснабжения и дегенеративных процессов. Результаты проведенных исследований хорошо знакомы с термологической общественности в различных странах, поскольку было представлено на различных международных конференциях и сетчатки и сетчатки и сетчатки. Продолжение следует... Спасибо, Владимир Алексеевич, за Ваш отзыв и за нашу совместную работу. Для оглашения отзыва на диссертационную работу второго зарубежного научного консультанта, доктора PHD, научного сотрудника термологического исследовательского центра университета Мельбурн, Роман Любовью Даниэльеву, предоставляется Болжану Каденовичу, ученого-секретарю ГИССОВЕТа. Уважаемый председатель, уважаемый председатель, представленный обзор зарубежного консультанта. Телестация доктора Ахмадяра представляет собой серьезное исследование, где почти все части представленных инстерстантом очень внимательны к деталям. Оно показывает многогранный подход к исследованию взаимосвязи между психологическим статусом и течением болезни в пациенте с вырослой молокулярной дегенерацией и перенет шимическо-картической нейропатии. Телестационная работа в разделье навыки докторантов в анализе литературы, проведение разных видов патомологических исследований с использованием традиционного и современного оборудования, а также оценку средств и статистического анализа. Телестация тщательно структурирована и показывает отличные навыки на описание работы. Перед моего участием в качестве консультанта в этом исследовании докторанта Ахмадярова была посприимчива ко всем моим конструктивным комментариям, связанным с дизайном, а также представляла и интерпретировала результаты, которые были направлены на улучшение качества ее работы. Она демонстрировала непосредственно высокую концентрацию и скорость исполнения, интеллект и настойчивость, а также отличные коммуникативные навыки. Что касается существа этой работы, доктор Ахмадярова и ее руководитель профессора Шустера нашли интересный и неожиданный поворот в механизме взаимоотношений между тремя состояниями тела – физиологическим трессом с одной стороны и двумя заболеваниями – пион и ВДМ с другой стороны. Диссертант предпринял сложную задачу по исследованию комплексной причины и сердечной связи между патологическими состояниями, хотя очевидно, что тяжелые угрожающие глазные заболевания, такие как пион и ВДМ, вызывают у пациентов огромное беспокойство. Диссертант является одним из первых, кто обращает внимание на это направление. То есть, относительно возможности сильного дополнительного внешнего стресса, что по самому по себе время влияет на ход этих двух заболеваний. Очевидно, в первом исследовании, посвященном этому вопросу, невозможно было бы отразить критерии причинности и получить полное доказательство случайного влияния психологического стресса. Для этого потребуются некоторые продольные наблюдения и подтверждения из других исследований. Однако доказаны два важных критерия причинности. Продемонстрирована сила ассоциации, показана дозозависимая связь, которая позволила доктору Ахмадярову предположить, что велика вероятность влияния. Кроме того, внешнее происходление психологического стресса, после которого пациенты наблюдали дополнительное ухудшение зрительных функций, позволило предположить, что психологически стрессовая ситуация будет причиной, в то время как ухудшение зрительных функций будет эффектом. Диссертация скрывает определенное пространство для дальнейших исследований в этой области, которое может быть проведено в будущем. Было очень хорошо, что исследование доктора Ахмадярова открыло ворота и проложило путь для более широких и более глубоких исследований в этой области. Работа, проведена доктором Ахмадяровой, имеет новый и нестандартный подход. Это может указывать на необходимость в включении некоторых психологических или тяжелых случаев психиатрической помощи в качестве обычной поддержки пациентам, спион и ВДМ. Возможно, был бы применим междисциплинарный подход к комплексному уходу за пациентами, например, с участием пациента, их семьи, их местного врача, психолога, психиатра и офтальмолога. В процессе подготовки своих диссертатов доктор Ахмадярова успешно справилась с работой, которая потребовала некоторых философских дискуссий и демонстрации способностей автора для сложных рассуждений в интерпретации разнообразия результатов. Это требовалось применять как к обзору литературы и также к обсуждению. В заключение, эта работа удовлетворяет критериям исследования доктора философии. Я рекомендую эту диссертацию для представления внешнего обзора и последующей защиты. Это было великое привилегие работать к консультантам данного докторского исследования. Я считаю, что у доктора Ахмадярова есть потенциал, чтобы стать опытным ученым и педагогом в медицинской системе Казахстана. Научный консультант Любовь Робман, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, доктор философии, также научный сотрудник университета Монашев, факультета физиологии и профилактической медицины школы общественного здравоохранения и профилактической медицины в центре учения класса Австралия. Тот же представлен на английском языке, переведен на русский язык, материально доверен. Спасибо. Спасибо, Борис Каденович. Переходим к обсуждению данной работы. Кто хотел бы выступить? Пожалуйста, да, пожалуйста, Владимир Владимирович. Давайте, наверное, с Сиди за ним выступаем, да? Просто обсуждаем. Ну, я в качестве обсуждения хотел сказать, что общий феномен зрения это, наверное, самый главный психофизиологический феномен в организме человека. Номер один. Это большая бездна, большая тайна. И вот, вот, авторусь Сегазимна очень смело в эту бездну вошла, но и достаточно взвешенно. То есть, по ответу, вот, чувство, что ну, только очень много показалось, что она прикоснулась вот, к этой. И в этом в этом психофизиологическом феномене очень много уровней и плоскостей. Вот она одной маленькой плоскости коснулась, может быть, самая важная. Но достаточно уверенно, взвешенно. Мне не понравилась работа. Я ее приглашаю поддержать. Спасибо. Спасибо. Вадима Маратин, да, вы хотели? Пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово. На самом деле, работа очень интересная. И я ее когда читала, думаю, ну вот, действительно, это большая снилось объединить такие разные нозологии. Я не совсем была согласна. В чем-то меня сегодня убедили. Ну, много, конечно. На самом деле, вот, сам основной вопрос это стресс вызвать эти заболевания. Эти заболевания вызвали стресс. Потому что, мы как офтальмологи знаем, да, это очень тяжелая нозология, которые дают большую инвалидизацию, что сама по себе является большим стрессом. Поэтому вопрос, на самом деле, философский, даже не только медицинский. Это очень такой глобальный вопрос. Ну, хорошо, что работа подошла, если там, подошел в этой работе из разных аспектов, исследовала эту проблему, и на самом деле, она попыталась и практически этот вопрос решить. Меня все, конечно, интересовало, а как помогут этим пациентам? Я думаю, в конце я увижу какие-то конкретные рекомендации, но потом подумал, это невозможно. По рамках ЭДР работ, это, наверное, не нужно. Это уже более серьезная давнейшая работа, наверное, с коллегами, с психиатрами, потому что, на самом деле, уровень слеза сейчас такой высокий, что не только пациенты поддержаны остаются, но и врачи, которые их лечат. Я сама это вижу, мне вот реально, я вот рассказываю вам с коллегой, сюда ехали из Астаны, что врачи, которые лечат таких пациентов, они находятся в очень высокой группе риска, потому что вот эта ответственность, которая ложится, потому что вот эти пациенты, которые осуществляют с передней шемической нейропатии, которые наиболее стрессогенные, я считаю, заболевания, они обращаются, это, как правило, трудоспособные молодые пациенты, резко теряющие зрительные функции, по непонятным причинам, честно говоря, лечить их практически невозможно, очень сложно. Нету таких протоколов, которые дают стабилизацию зрения при передней шемической нейропатии, а заканчивается она очень часто атрофией зрительного нерва. Когда такой пациент обращается, обращается обычно еще и вся семья, и начинается лечение всей семьи, потому что вы рассказываете какое-то серьезное заболевание. С точки зрения современного подхода мы должны информировать о тяжелом прогнозе. После этого там еще больше стресс начинается, и там будет целый каскад реакции. Поэтому на самом деле хорошо, если в лечении таких пациентов будут увлекаться и наши коллеги-психиатры, психологи, в первую очередь психологи, потому что у него вся клиника такая возможность есть, хотя у нас в больнице есть такая возможность, мы не всегда ее используем. Я думаю, что благодаря таким вот шкалам, таким подходам, это будет возможно, потому что на самом деле мы лечим по протоколам наших пациентов, что не совсем правильно. Лечить нужно не болезни пациента, учитывая вот такой подход, и он действительно взвешен, особенно я акцентирую внимание при первой нозологии, это очень хороший комплексный подход, такой современный, который позволяет нащупать новые эффективные методы лечения. Поэтому на самом деле я считаю, что работа интересна, заслуживает исконной степени, заискатель, и мне очень понравились ответы на вопросы, то есть чувствую, что человек владеет материалом, хотелось бы, чтобы все-таки отечественные источники тоже я знала лучше, потому что, ну так и так говорить, не изучали наши отечественные авторы вот этот аспект, я поэтому и их и не привожу в своем пути. Ну, вы же широким кругозором обладаете. Он стал бы еще шире благодаря отечественным работам, потому что работают 20 лет в основном институте, мы зауреем с ухраной, да? Нам немножко обидно, что иномируют наш такой флагман. Нет, но на самом деле отечественная школа, школа в термологии, Юрий Аркадьевич не даст собрать, это очень серьезная школа, да? Да, конечно. Она известна в странах СНГ, за рубежом, и поэтому мы, я считаю, если мы сами не будем себя цитировать, кто у нас узнает, да? Это, к сожалению, слабое место в многих современных диссертантов. Они не цитируют своих же соотечественников, своих учителей, я бы сказала даже. Поэтому я думаю, что вот этот не пошел минус, он просто пожелание. На самом деле, у работы очень много достоинств, сегодня они были показаны. На самом деле, что меня еще подкупило, сам соискатель в своей работе отметил, что есть еще какие-то слабые нерешенные вопросы. Это большая смелость говорить о своих недостатках. А что, что человек это осознает, это дальнейшая силу заниматься наукой, это серьезный научный подход. Поэтому вот такие хорошие стороны хотелось бы отметить, и, конечно, я буду голосовать за эту работу. Спасибо. Марина Маратна, а если бы вы хотели? Марина, мои коллеги, мне работа это очень понравилась, то, первое, она выполнена на стыке, обычно на стыке двух дисциплин выполнения. Здесь уже две дисциплины заявлены, как это состояние тегологической базы, с особенностями, не более, что действительно, надо нужно сказать, что психоэмоциональный стресс, как-то никто не возражает, что он играет большую роль в развитии тех или иных патологических состояний. Но когда мы начинаем копать, то возникает большое количество вопросов. Но как представитель школы биохимии, мне очень понравилась та биохимическая часть, которая прозвучала в данной работе. Действительно, очень, я бы сказала, аргументированно подобранный тест именно оксида азота. Единственное, в плане пожелания, я понимаю, что тут бы такой синезийно не виноват, по одной причине, что в литературе вот эта вот каша идет. Правильно, она определяла не оксида азота, потому что это радикал, она определяла по методике нитрит ион, и правильно говорить, нитрит ион все-таки. Но тем не менее, в литературе идет вот такая смесь больного оксида азота, а определяемый нитрит ион. Корректно говорить было бы все-таки нитрит ион. Тем более, что действительно получены очень интересные корреляции, которые потом дают прошу, к вам, вошли такую информацию и для каких-то клинических параллелей, и для коммунистерных использований, что сильно угрожает данную работу. Эта работа мне понравилась еще и тем, что она показывает те перспективы, которые сейчас стоят перед африкологами, плюс комплекс с психиатром, с психологами, которые нам дают возможность действительно помочь, вы правильно сказали, помочь пациентам, особенно, когда пациенту любого возраста, когда теряют зрение, это, конечно, страшная карьера для них, для членов семьи. Здесь, вполне вероятно, есть какие-то практические уже выходы, которые на аргенте сортам будут реализовывать. Что мне в этой работе не очень понравилось в такой сервисе. Мне не понравился ваш четвертый вывод. Я понимаю, что «Краткая сестра таланта», но, наверное, в неданнем случае, но разработана оригинальная шкала прогнозов. Ну, дайте чуть-чуть разверните, что все в этой шкале вошло. Но хорошие три вывода и четвертый вывод какой-то будет. Вот лучше бы немножко более шире бы представить. Потому что по нему было очень много вопросов, поскольку это практически не было без недостатков. Вот, работа эта, мне кажется, очень хорошая. И я буду решать. Благодарю. Да, Саня, Денис. Уважаемый коллеги, значит, мне понравилась работа, но особенно мне понравилось выступление, изложение этой работы. Вот, очень хорошая девочка, которая уверена и очень четко нас убедила в том, что эта работа соответствует критериям, которые предъявляют при обсуждении докторских работ в этом отношении. Понятно, что тема достаточно необычна, и это обыденное явление, когда мы говорим о том, что стресс психоэмоциональный в том числе является вторым механизмом разных видов патологии. Но конкретная связь крайне плохо прослеживается, причем нужно видеть, что управляемость психоэмоциональным стрессом она вообще никакая. И тогда возникает вопрос о возможности управления последствиями этого стресса. здесь были рыбки намерки на то, что можно будет использовать препараты уменьшающие или какие-то манипуляции уменьшающие отечность и противотечность тут было, но без конкретики пока. Я думаю, что это очень хорошее начало работы такое, ведь наука не заканчивается, это только ступень и демонстрация готовности выполнять научную работу. Я думаю, что демонстрация прошла достаточно хорошо. К самой работе и ее оформлению она оформлена в общем не легиартиз, потому что не существует где, собственно говоря, научная новизна. Это упрек руководителям, которые смотрели и соискателям. Вот я совершенно согласен с Евгеньевной о том, что выводы выводы не в лучшем виде представлены. Четвертый вообще не существует. Это не вывод, это нужно тоже руководителям знать и корректировать все это. Но в целом я очень рад за эту девочку. Мне кажется, что перед нами появляется хороший ученый, и я желаю ей удачи. Коллеги призываю голосовать за это. Я присоединяюсь ко всем сказанным словам и замечаниям, которые были сказаны. На самом деле актуальность этой работы вначале казалось, что это разные вещи, но с другой стороны глаз по сути я помню гистологию, он очень честно связан с мозгом, это можно даже сказать внешняя часть мозга. То есть и влияние психоэмоциональных каких-то стрессов на глаз это в принципе объяснимо. Я поддерживаю эту работу, действительно мне понравилось выступление и ответы на вопросы особенно, но я хотел бы сказать два таких замечания, которые вообще мы из совета совета обычно это говорим. Первое замечание я хотел бы сказать, что когда вы указываете публикацию международного научного издания рецензируемой информационной базы данных скопусов, здесь понятие рецензирования здесь не совсем правильно, здесь нужно говорить индексация, то есть первое он индексируется и второе имеющий ненулевой импакт-фактор здесь база данных скопусов она импакт-фактор не вычисляет то есть это слово импакт-фактор это бренд вообще веппус-сайенс поэтому здесь не совсем верно но если вы имеете ввиду веппус-сайенс тогда нужно было дописать потому что импакт-факторов самих несколько так это первое и второе я хотел сказать по поводу названия тем русском и казахском варианте ну я думаю деградация и дегенерация это несколько разные вещи и я понимаю это наверное была техническая ошибка но все равно человек который будет читать на казахском языке он будет ориентироваться ну если он будет на казахском языке читать он будет смотреть подруг на название поэтому пожалуйста я призываю к тому чтобы было более да я понимаю часто название должно быть если бы орфографическое где-то было я понимаю здесь она в корне меняет вообще суть работы спасибо но я поддерживаю диссертацию действительно хорошо защищен спасибо спасибо пожалуйста я бы хотел тоже рассказать причем потому что работа очень оригинального подчеркивают мои коллеги нечастно мы встречаем работу работников соматической профиля не связанных психиатрическими и психологическими проблемами это одна из немногих работ и четко прослеживается связь между соматической патологией и стрессом в данном случае и конечно в этом отношении все знают что любое заболевание вызывает средства и так далее но это общие слова но когда исследуются именно конкретно данные патологии в данном случае офтальмологические проблемы психологические психотроповедческие скажем так у человека это вызывает конечно уважение и в этом отношении работа я считаю очень хорошая но я хочу подчеркнуть что только начало такой работы и вот я тоже поддерживаю полностью Оксана Евгеньевича и Ларису Сергеевич что вывод четвертый надо было более конкретизировать и написать более в таком практическом плане это не вывод естественно но вот так работа очень хорошая я считаю начало глубокого анализа вообще влияние всех средств ситуация на языче стоматические заболевания призываю поддерживать эту работу и мне тоже понравилось как вы выступали вот и все везде будет нас хватает конечно пожелание полностью поддерживаю нашу Марату надо начинать сочетать я здесь нет работы у нас с профессором вот там службе и чтобы не было таких работ это не может вы можете обратить внимание а так работа очень хорошая призывайся поддержать спасибо спасибо а константин на прохождение во первых для меня большая честь находиться сегодня с вами на заседании ученого совета что касательно работы хочу изначально сказать что работа очень сложна потому что действительно находится на скреки нескольких специальностей и для узкоспециализированного врача врача афтермолога хватить дополнительной специальности этого учения отрадно отрадно еще то что действительно диссертант отлично владеет информацией уверенно держится уверенно отвечает на все заданные вопросы и как я уже сказал выше владеет информацией не только в области афтермологии но и других специальностей у меня такая ремарка может быть пожеланием я считаю что та шкала которая была вами создана утверждена все таки она мне кажется должна применяться не на уровне стационарной помощи потому что стационарной помощи уже поступают те пациенты которые уже имеют изначальную патологию тот же ПИО тот же ВНТ и так далее и мы иногда даже не знаем на какой стадии изначально находится пациент когда возникла эта патология и так далее и какая степень поражения зрительного анализатора в этом случае я хотел бы предложить внедрить на уровне поликлинической то есть амбулаторно-поликлинической помощи и все таки чтобы это было критерием и шкалой прогнозирования развития данной патологии у пациентов не имеющих изначально автоматологическую патологию это моя маленькая ремарка в целом я считаю что работа интересна да есть какие-то нюансы которые я думаю в дальнейшем они будут устранены я считаю что работа действительно спасибо спасибо Константин Александрович Куанпель Николаевич вы хотели бы выступить у вас есть я работаю на работе спасибо что начали посчитать по интернету Куанпель Николаевич спасибо ну завершая обсуждение данной работы мне хотелось бы сказать что когда мы планировали эту работу честно сказать у меня был определенный скепсис в отношении выбора вообще направления такого исследования но как мы видим все таки работа была выполнена она получилась достаточно неплохой с очень интересными результатами которые можно и дальше развивать ну единственное что наверное тоже хотелось бы сказать бытовой сергозине что все таки наверное говорить о том что вы первопроходцы я бы наверное так слишком громко наверное бы там не заявляла поскольку все таки очевидно есть какие-то работы есть должны быть какие-то исследования должны быть какие-то похожие может быть направления потому что все таки вы поэтому я и спрашивала что стало основанием для данного исследования а основанием в любом случае очевидно есть какие-то данные по этому вопросу да поэтому наверное она возникла не на простом месте это исследование интересное с очень неоднозначными результатами которые требуют дальнейших проведения изучения проведения в данном направлении на этом мы обсуждение завершаем поэтому я предлагаю приступить к процедуре тайного голосования и для проведения тайного голосования предлагаю избрать счетную комиссию в следующем составе Алхумбеков Сагат Абухаирович Кумангалима Мадина Маратовна и Махамбекшин Марат Максутович кто за данное предложение прошу голосовать спасибо объявляется Петербург на голосование на голосование и Петербург Настя Спасибо. 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 Владимир Владимирович, предлагаю протокол «Результаты тайного голосования» утвердить открытым голосованием. Кто? «За». Единогласно, да? Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, слово Батагу Сергеевне. Спасибо. Уважаемый председатель, руководитель диссертационного совета, уважаю вам глубокую признательность, благодарность за рассмотрение диссертационной работы, за заданные вопросы. Большое вам спасибо. Хотела бы выразить благодарность руководителю диссертационной работы, доктору медицинских наук Шустерова Юрия Аркадьевича за чуткое руководство, наставление, замечания, создание условий для проведения настоящей работы. Научному консультанту, комбинатору медицинских наук Любченко Марина Юрьевна за ценные советы, помощь в выборе методики, анкетированные для появления психо-национального стресса. Уважаю огромную благодарность зарубежным научным конкуртантам, доктору медицинских наук Жерского Владимиру Всеволодовичу за ценные замечания, советы, поддержку. Робман Любови Даниилевна за ценные замечания по диссертации, советы, наставления по написанию, обсуждению результатов, рекомендации по отражению результатов, интерпретации, статистического анализа. Уважаю глубокую признательность проектору по научной работе организации Государственного медицинского университета, доктору медицинских наук Мухаммедовы Анарахову Вековне и доктору биологических наук профессору Берия Куликовича Култанову за помощь в предоставлении реактивов в проведении лабораторной части работы, ценные замечания и советы. Также выражаю глубокую признательность заведующего отделения на клипе фигургии глаза Токсанбаева Динара Кенни. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте зачитать заключение диссертационного совета в следующей редакции. Диссертационный совет 6Д110100 по специальности медицины на основании публичной защиты диссертационной работы Ахмадьярова Батогольса Газиевна на тему взаимосвязь психоэмоционального стресса с развитием передней шимической оптической нейропатией и возрастной макулярной дегенерацией по специальности 6Д110100 медицина, научной дискуссии, результатов старинного голосования, ходатайствует перед комитетом по контролю в сфере образования и науки МНРК о присуждении степени доктора философии ПИЧД Ахмадьяровой Батогольса Газиевны. Кто за данное заключение? Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте поздравим Патогольса Газиевна с успешной защитой, научных руководителей. К сожалению, Батислав отошел. Поздравляем Патогольса Газиевна и поздравляем научных руководителей и консультантов. Спасибо. Работа от Циркационного совета и сегодняшнего заседания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова